Папа Франциско служил Святую Мессу в праздник Гваделубской Богоматери. Папа объясняет важность и значение года Святого Иосифа. Вы увидите, как в Ватикане зажжется рождественская ель. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Папа Франциско совершил божественную литургию в базилике Святого Петра. Папа Франциско сопровождал кардинал Марко Элли, президент Папской комиссии по Латинской Америке. Присутствовал также мексиканец Хорхе Патрон Вонг, секретарь конгрегации по делам духовенства. Большая часть Мессы, включая проповедь, была на испанском языке. Папа Франциск размышлял о щедрости Бога, явленной в Пресвятой Богородице. Он также отметил, что первые слова Бога в Библии – это слова благословения, подчеркивающий благость творения. Он сказал, что это также говорит нам о том, каков Бог. Стиль Бога – всегда уделять внимание тому, что хорошо. Вот почему проклятие – это стиль дьявола, врага. Это стиль подлости, неспособности полностью отдаться. Дьявол говорит злые вещи, а Бог всегда говорит, что хорошо. Празднование также включало молитвы и песни на португальском языке. Дай коражень aos, ки сан тентадус. В этой молитве были интенции о законодателях, посвященных Богу женщинах, всех тех, кто сталкивается с искушениями и тех, кто умер. Аккомпанемент гитары был заметен на протяжении всей литургии. Во время приношения даров звучал гимн «Приносим Тебе, Господь». Молитвы за Латинскую Америку были большой частью мессы, чтобы братство и мир процветали на наших землях. Одна из присутствующих на богослужении девушек нарушила протокол безопасности, чтобы отнести цветок к Богоматери. Очень немногим людям разрешили войти в базилику из-за пандемии. Среди участников были представители дипломатического корпуса, а также некоторые монахи и миряне. Несмотря на то, что количество участников было значительно меньше, чем в предыдущие годы, праздник сохранил свой радостный настрой. После мессы папа несколько минут молился перед статуей Богородицы Гвадалупской. Затем он вышел из базилики под звуки известной песни «Ла Гвадалупана». В минувшие выходные папа принял участие в виртуальном саммите ООН по климатическим амбициям. В саммите участвовали 77 мировых лидеров. Конференция в сети интернет проводилась в годовщину Парижского климатического соглашения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш направил приглашение только тем государствам, которые приняли новые меры для предотвращения повышения температуры на поверхности Земли на полтора градуса по шкале Цельсия в следующие 30 лет. «Я призываю всех мировых лидеров объявить чрезвычайное климатическое положение в своих странах до тех пор, пока не будет достигнута углеродная нейтральность». В своем видеообращении Святейший Отец объявил о двух важных обязательствах. «Во-первых, государство-город Ватикан обязуется сократить чистые выбросы углекислого газа до нуля до 2050 года». Чтобы сократить выбросы СО2, папа предлагает более сознательно использовать воду и электричество на территории Ватикана, внедрять энергоэффективные меры, использовать энергосберегающий транспорт и улучшить управление отходами. Также необходимо восстановить лесопосадки для компенсации неизбежных выбросов в атмосферу. Второе обязательство папы – это продвигать образование в области интегральной экологии в католических школах и университетах по всему миру, где обучаются около 70 миллионов человек. Зузанна Чапутова, президент Словакии, прибыла на частную встречу с папой Франциском и пригласила того посетить свою страну. В социальных сетях она говорит, что Святейший Отец всегда побуждал ее выступать за единство и преодолевать разногласия с помощью терпимости, сотрудничества и солидарности. Во время своей встречи папа и президент обсудили вопрос пандемии. Президент передал папе 10 тысяч тестов на коронавирус, разработанных словацкими учеными. Она также привезла папе в подарок современный образ Богоматери Семи Скорбий, покровительницы своей страны. Папа в свою очередь подарил ей эту скульптуру с надписью «Будьте посланниками мира». Он также передал ей главные документы своего понтификата, в том числе документ о всеобщем человеческом братстве. Во время своего визита президент также встретилась с секретарем Ватикана по отношениям с государствами. Они обсудили более конкретные вопросы, такие как экология, образование и сотрудничество между церковью и государством в Словакии. Это традиция со времен Павла VI. Каждое третье воскресенье Адвента дети приносят фигурки младенца Иисуса на площадь Святого Петра для папского благословения. В этом году это милое событие не было пропущено. В этом году из-за пандемии здесь намного меньше детей. Тем не менее, я знаю, что многие дети и молодые люди собрались в молодежных центрах и своих домах и следят за нами через средства связи. Приветствую всех и благословляю фигурки Иисуса, которые будут помещены в ясли, изображающую сцену Рождества Христова в знак надежды и радости. В тишине благословим фигурки младенца Иисуса во имя Отца и Сына и Святого Духа. Папа Франциск сказал, что пришествие Иисуса – радостная весть, поэтому христианам не стоит грустить. Хорошо подумайте сегодня, как мне себя вести. Радостный ли я человек, который знает, как передать радость христианству, или я скорее напоминаю этих грустных людей, которые будто находятся на похоронах. Если у меня нет радости веры, значит, я не могу свидетельствовать. И другие люди скажут, если вера так печальна, лучше не иметь ее. Папа предложил рецепт радости – не думать о себе и подражать таким святым, как Иоанн Креститель. Это радость обратиться к Иисусу. Радость должна быть отличительной чертой нашей веры. Даже в темные времена эта внутренняя радость – знать, что Господь со мной, что Господь с нами, что Господь воскрес. Бог, Бог, Бог – это центр нашей жизни. Папа рекомендовал последовать примеру святых, которые не стремились к личной славе, но вели людей ко Христу. Большая рождественская елка Ватикана в этом году родом из Словении. Этим утром папа поприветствовал двух политиков из этой страны и множество людей, которые сотрудничали, чтобы привезти дерево в Рим. Сопровождавший их епископ объяснил, что ель происходит из региона, где во время коммунизма продлилась кровь многих мучеников за веру. Эти люди, которые умерли, умерли с верой, они умерли с простертыми к Богу руками. Они чувствовали близость к Богу даже в такие тяжелые моменты, точно так же, как эта рождественская елка стремится передать ту надежду, веру и любовь к Богу, который всегда обращается к нам. Папа поблагодарил их, а также поприветствовал представителей замка Вабруццо, которые привезли оригинальные керамические фигурки для рождественских яслей. Празднование Рождества напоминает нам, что Иисус – это наш мир, наша радость, наша сила и утешение. Однако, чтобы получить эти дары благодати, мы должны почувствовать себя маленькими, бедными и скромными, как персонажи в яслях. Папа отметил, что дерево и ясли являются символами Рождества и должны напоминать нам о близости Бога даже во время пандемии. Несмотря на ограниченное количество людей, допущенных на площадь Святого Петра для открытия рождественской елки и ясли в Ватикане, большая толпа собралась прямо за пределами площади, чтобы дождаться, когда включатся огни на 75-летней еле. Я должна сказать, что каждый год они отлично выбирают украшения, и украшения меняются каждый год. Мы были удивлены, обнаружив себя здесь, на открытии яслей. Это, безусловно, знак надежды. Это традиция, по крайней мере, одна вещь, которая не изменилась. Я надеюсь, что люди также поймут, что это Рождество ощущается по-другому из-за коронавируса. Торжественный момент наступил, когда гирлянды на дереве загорелись. Особенно удивили ясли своими гигантскими керамическими статуями. И то, и другое можно будет увидеть на площади Святого Петра до 10 января 2021 года. Самая древняя рождественская калятка встречается в сочинениях IV века. Она называется «Иисус освящает все» и приписывается святому Иларию Пиктовийскому. Позже францисканцы стали считать калятки менее торжественными песнями по сравнению с гимнами. Во время общей аудиенции Святейший Отец толковал свое письмо о Святом Иосифе, которое он опубликовал 8 декабря. Письмо посвящено 150-летию со дня провозглашения Святого Иосифа покровителем Вселенской Церкви. Я назвал документ «Отцовским сердцем». Бог доверил святому Иосифу самые драгоценные свои сокровища – Иисусу и Марию. И тот ответил с полной верой, мужеством, нежностью и отцовским сердцем. В своей катехизации Папа Франциск размышлял о молитве прошения. Он сказал, что мы не должны стыдиться просить Бога о том, что нам нужно. Не стыдись молиться. Господи, мне это нужно. Господи, я в затруднении. Помоги мне. Это вопль сердца к Богу Отцу. Папа пригласил верующих воспользоваться периодом Адвента, чтобы конкретно помочь нуждающимся людям. Наступающий 2021 год будет особым годом для Церкви. Он будет посвящен святому Иосифу. Папа Франциск объявил этот год годом святого Иосифа по случаю 150-летия со дня провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской Церкви. Это случилось в 1870 году, во время понтификата Пия IX. Бог доверил ему самые драгоценные свои сокровища – Иисуса и Марию, и он ответил полностью с верой мужеством, нежностью и отцовским сердцем. Цель Папы Франциска – усилить нашу любовь к этому великому святому, побудить нас умолять его о заступничестве и подражать его добродетелям и его рвению. Так говорится в апостольском послании. В качестве руководства и наставления в этом году Папа Франциск опубликовал апостольское послание Патрис Корде, что в переводе означает «отцовским сердцем». В нем он напоминает, что два евангелиста, которые больше всего говорят о Иосифе, говорят нам очень мало, но достаточно, чтобы мы могли оценить, каким отцом он был и миссию, порученную ему Божьим проведением. В письме описываются семь определяющих жизнь святого Иосифа – это любовь, нежность, послушание и принятие, храбрость, творчество, пример его неустанной работы и скромный путь служения Богу, находясь за кадром. Папа Франциск также предложил возможность получить полную индульгенцию до 8 декабря 2021 года. Это великое проявление милосердия и сострадания. Церковь показывает свое материнство, расплачиваясь со всеми долгами и последствиями греха. Условия для получения полной индульгенции в течение года святого Иосифа такие же, как всегда – исповедь причастия и молитва в намерениях Папы. Святая Земля Святая Земля, в течение многих лет являвшаяся одним из главных направлений, выбираемых туристами и паломниками, остается закрыта для путешественников с тех пор, как пандемия вышла из-под контроля в марте этого года. Пользуясь конференцией Zoom, Патриарх Иерусалима рассказал о том, чего ожидать от Рождества при коронавирусе на Святой Земле. Паломников нет, поэтому людей будет меньше, чем обычно, а также не все христиане могут переезжать из города в город, так что количество посетителей будет очень ограничено. Из-за вируса, из-за пандемии многие здания закрыты, в том числе и церкви, а в открытых количество посетителей ограничено в зависимости от размера помещения, так что это будет очень скромное Рождество. Поскольку тысячи семей остались без работы из-за пандемии, католическая церковь и другие христианские организации создали сеть для их поддержки. Например, община в Галилее сильнее, чем община в Палестине, поэтому они поддерживают друг друга едой, деньгами, стипендиями и так далее. Мы создали гуманитарные фонды и пытаемся поддержать семьи, предоставляя товары первой необходимости. Несмотря на политические и религиозные проблемы в регионе, а теперь проблемы со здравоохранением, патриарх Иерусалима находит надежду в приверженности и братстве между людьми в трудные времена. Но мы должны сопровождать наши слова надежды, жестами любви, солидарности и близости. Мы не можем претендовать на то, чтобы изменить мир. Мы должны работать в том контексте, в котором мы находимся постепенно. Хотя место рождения и родной город Иисуса останутся более пустыми, чем обычно, традиционное рождественское место в Вифлееме состоится и будет транслироваться онлайн. Это еще один знак надежды на то, что дух Рождества остается живым. Где было сделано самое большое рождественское украшение в мире? А. Мексика Б. Италия В. Сингапур Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ром Репортс РСИ Ром Репортс РОСИ Помимо монументальных яслей на площади Святого Петра, под колоннадой Пиронини в Ватикане выставлено более 100 оригинальных поделок. Они бывают всех форм и размеров, но особенно выделяется вот это. Эти ясли были сделаны в реабилитационном центре для наркозависимых. Создавая эти ясли, люди молились особой молитвой, которую папа произнес 27 марта прошлого года о пандемии и ее жертвах. По этой причине в этих яслях есть только фигурки младенца Иисуса и папы Франциска. Так создатели поблагодарили папу, который в тот день молился в одиночестве под дождем. Мы создавали это в сотрудничестве с детьми из Виллы Мариани, очень важного сообщества в Риме. Мы работаем над их выздоровлением, и для этого мы проводим много мероприятий. Однажды мы предложили им этот замечательный проект. Он был сделан исключительно из картона и переработанной бумаги. Традиционная выставка 100 яслей обычно проводится в Ватикане. В этом году экспонаты были размещены у колоннады на открытом воздухе, чтобы избежать любого возможного распространения вируса. Другие уникальные ясли изображают рождение Иисуса в Аматриче, в городе, наиболее пострадавшем от землетрясения в 2016 году, унесшего жизни почти 300 человек в Италии. Это сделано, чтобы показать, что Бог присутствует среди тех, кто страдает больше всего. Папа Франциск посетил этот город несколько месяцев спустя, а позже жители города навестили его в Ватикане. В безопасности, но повержен. Таков образ жизни, такова новая ситуация. Рана заживает, раны заживают, но шрамы остаются на всю жизнь. Они будут воспоминания об этом моменте боли. Вы будете жить с еще одним шрамом. Это будет не та жизнь, которая была раньше. Ясли для нас это, как Папа говорит в своем апостольском увещевании. Чудесный знак. Это великая работа по евангелизации. Кроме того, в современном контексте надежда и любовь могут быть омрачены ситуацией, в которой мы живем. Пандемия помешала прибытию Ясли из многих стран. В этом году большинство экспонатов предоставила Италия. Но есть и изделия из Венгрии, Украины и Словении. Семьи, желающие что-то поменять в своем традиционном рождественском обеде или ужине, могут приготовить еду с помощью новой рождественской поваренной книги Ватикана от шеф-повара Дэвида Гейсера. После успеха книги «Приятного аппетита» бывший швейцарский гвардеец создал этот праздничный сиквел, включающий рецепты для адвента, Рождества и даже крещения. Он надеется, что это поможет семьям качественно провести время на кухне, особенно тем, чьи обычные праздники и планы были нарушены пандемией. Я думаю, что во время пандемии вы также должны быть счастливы. Я думаю, что с помощью еды вы можете сделать людей счастливыми. И у нас есть множество рецептов, которые позволяют вам собрать всех вместе и поделиться радостью. Если вы не можете выйти на улицу, возможно, у вас будет больше времени, чтобы быть на кухне и готовить для своей семьи, для своих детей, для своих друзей. Среди рецептов есть лингвини карбонара, шоколадный торт сюрприз, фалафель, фисташковый таррон и многое другое. Из всех этих аппетитных блюд шеф-повар Дэвид по понятным причинам затрудняется выбрать одно единственное лучшее блюдо. Но он уверяет, что фондю – это главный претендент, признавая, что оно было одним из самых популярных среди его товарищей по швейцарской гвардии. В швейцарской гвардии у нас не было возможности готовить большие меню, а приготовить фондю очень легко, потому что вам нужен лишь хлеб, сыр и сковорода. Ватиканская рождественская поваренная книга – это здоровый баланс между легкими в приготовлении и изысканными и впечатляющими блюдами. И хотя рецепты в книге в значительной степени отражают преференции пап и других важных церковных деятелей, среди них также есть блюда из кухонь разных уголков мира. Например, из Швейцарии, где в его собственном доме впервые загорелась любовь к гейсерах к кулинарному искусству. Моя мама – фантастический повар. Она не училась на шеф-повара, но дома я не знаю никого, кто готовил бы лучше, чем моя мама. Поэтому я думаю, что она очень меня вдохновляет. Бывший швейцарский гвардейец затеял ряд текущих проектов, вроде кулинарной студии и телешоу, а все для того, чтобы поделиться своей страстью в кулинарии с другими. Он также надеется, что вскоре сможет передать папе Франциску копию рождественской поваренной книги Ватикана. Команда Альфарера свернулась с новым альбомом под названием «Рождество». Он включает четыре песни, с помощью которых участники коллектива надеются передать духовный импульс своим подписчикам и помочь им подготовиться к Рождеству. Одна из песен называется «Кома Билен», что в переводе с испанского означает «как вифлееми». Мы хотим передавать Евангелие, превращенное в песню. Мы хотим передать эту радость встрече с воскресшим Христом. Этот проект возник с намерением подарить людям песню, запоминающуюся под Рождество. Альфарерус всегда поет Богу, и этот момент был очень значительным, поскольку он показывает историю в двух частях, где есть «до» и «после». То есть момент рождения нашего Спасителя меняет все. Альфарерус – одна из самых известных католических музыкальных групп. Они присутствуют на католической музыкальной сцене вот уже 25 лет. Одна из важных песен нашего служения, и я бы не сказал, что это та песня, которой мы больше всего гордимся, но это действительно та композиция, по которой нас больше всего знают люди. Называется «Если ты теряешь свою веру». Тексты наших песен приглашают людей присоединиться. Они приглашают людей увидеть других того, кого мы так любим – Иисус. Этим новым проектом Альфарерус вносит свой вклад в рождественскую музыку в этом году. Они гарантируют будущие проекты и продолжают привлекать поклонников благодаря своему оригинальному подходу к католической музыке. Смотрите в следующей программе. Мы вспомним главные события уходящего 2020 года. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Ромрепортс для России